Борис приезжал к маме раз в год, на ее день рождения. Жил он в нескольких тысячах километров от нее. Чаще не получалось. Жену Лилю он не брал с собой. Мама не ладила с ней из-за того, что Лиля сказала, что Борис бесплоден. Мама отказалась в это верить и обвиняла во всем Лилю. Прожив семь лет в браке, у них никак не получалось зачать ребенка. Пройдя проверку, выяснилось, что у Бориса не может быть детей. Оба расстроились, но решили, что значит такая судьба у них – жить без детей. Приехав к маме, Борис сразу пошел в магазин за продуктами. Возле прилавка стоял мальчик лет шести и грязными ручонками считал монетки на ладони. А дед он тоже был неопрятно, в грязных шортах и майке. У Бориса почему-то дрогнулось сердце при виде этого пацаненка. Он был похож на него в детстве. Такой же светлый, кучерявый чук, голубые глаза. Мальчик, сколько тебе не хватает? Давай добавлю. Мне много не хватает. Сорок пять рублей. Я мороженое хотел купить. А как звать-то тебя? Сашенька, на вот тебе, Сашенька, пятьдесят рублей. Покупай мороженое и беги домой. Мамка, небось, ищет тебя. А у меня нет мамки. Померла недавно. Отца у меня и не было никогда. Мамка говорила, хороший человек был. Да умер, вроде еще до моего рождения. Я с бабушкой остался. А она того пьет. Пьет. Борис дал ему денег. И тот, радостно купив мороженое, убежал. Купив продуктов, Борис шел домой, думая о Сашеньке. Что его ждет в жизни. Придя домой, он решил спросить у матери о нем. Мамка, а ты случайно не знаешь мальчика Сашу? Лет шести. В магазине встретил его. Денег на мороженое не хватало. Весь грязный и неухоженный. Что там с его матерью приключилось? Ох, Боря, знаю я Сашку. Несчастливая жизнь у него. А мать его ты знал. Твоя одноклассница, Светка. С молоду еще девка выпивать начала. Да это и неудивительно. Мать ее и отец всю жизнь пьющие. Когда Светка с пузом начала ходить, никто так и не понял, кто отец ребенка. Она даже матери не говорила. Нагуляла где-то. Ох, любила ж она Сашку. Пить бросила, работать пошла, чтобы денег хватало. Сашка всегда чистенький, да ухоженный был. А Светку током убила на работе. Случай несчастный. Мать ее с горя совсем с катушек слетела, в запой уходит. Пацаненка вроде в детдом оформляют, чтобы он там в школу пошел. Жалко мне его. Такой хорошенький. Тебя напоминают в детстве. Борис, естественно, помнил одноклассницу Свету. Она была его первой женщиной, школьной любовью. После школы разошлись их пути дорожки. Света вышла замуж, развелась и осталась жить с родителями. Последний раз Борис ее видел семь лет назад, когда он приезжал к маме. Он только начал встречаться с Лилей. Со Светой случайно встретился на улице. Пошли в кафе поговорить о жизни. Утром он очнулся у Светы дома. Борис смутно помнил, как прошел тот вечер. Они выпили в кафе, долго разговаривали. Он сказал ей, что встречается с девушкой. Она поведала, что никак не встретит никого, похожего на него. Сожалела, что не сложилось у них с Борисом. Тут Бориса осенила догадка. Сашеньке шесть лет. Он встречался со Светой семь лет назад. Мальчик может быть его сыном. Но тут же Борис вспомнил, что бесплоден. Так, по крайней мере, говорил ему врач. Борис целый день думал об этом. Сашенька, копия он в детстве. Сроки совпадают. А вдруг врач ошибся, и Борис может иметь детей. Он решил проверить это, сдав анализ на ДНК. Для этого ему нужны были, например, волосы Саши. Купив конфет, фруктов, Борис пошел домой к Светлане. Дверь открыла ее пьяная мать. Она не узнала Бориса. Пришлось ему представиться. Здравствуйте, Мария Егоровна. Я Борис, Позняков, одноклассник вашей дочери. Не помните меня? Зашел вот узнать про Свету. Говорят, у нее сынишка есть. Борька, ты что ли? Постарел. Не узнала тебя. Возмужал так, раздобрел. Проходи. Светка моя померла. Несчастный случай на работе. Оставила мне Сашку. А что я одна могу? Дед наш помер. Вот и маемся тут вдвоем. Кто отец пацана, я не знаю. Светка не хотела никому говорить. Боялась, что отец заберет у нее сына. Я крепко выпивать начала с горя. Сашку жалко, конечно. Растет как бурьян. Приходили службы всякие с проверками. Хотят его в детский дом отправить. Ну, а я и не против. Там он хоть ухоженный будет, да накормленный. Тут из комнаты вышел Саша. О, дядя, это вы? Вы за деньгами пришли? А я их потратил тогда. Извините. Да нет, Сашенька. Я же тебе от чистого сердца помог тогда. Слушай, а пойдем погуляем. Я тебе сладости куплю. Подстрижем тебя. Саша обрадовался такому предложению. Бабушка отпустила спокойно. Борис купил Саше новую, красивую одежду, футбольный мяч, пакет со сладостями. Мальчик никогда не видел такого количества конфет и шоколадок. У Бориса щемило сердце от жалости к этому мальчику. Он отвел его в парикмахерскую и незаметно поднял с пола клочок Сашиных волос. Глаза Саши сияли счастьем. Он радовался такому вниманию, подаркам. Попрощавшись с мальчиком, он обещал навестить его еще. Приехав домой, Борис отнес волосы для проверки на ДНК. Ему хотелось верить, что Саша его сын. Так он прикипел к этому мальчику. Через неделю Борис приехал за результатом. Трясущимися руками он открыл конверт. Подтверждение отцовства 100%. Как же так? Он ведь бесплоден. Хотя он проверялся только один раз и в одной клинике, куда привела его жена. Ну, к счастью, значит, врачи ошиблись. Но почему тогда у них с Лилей нет детей? Борис был очень рад, что Саша оказался его сыном. Почему же Света все эти годы молчала? Никому даже не сказала, кто отец. Ну, что теперь гадать? Надо забирать мальчика и как можно скорее, пока его не увезли в детдом. Приехав домой, он позвал Лилю. Нам надо поговорить, Лиля. Оказалось, что я не бесплоден. Я узнал это совершенно случайно. Семь лет назад, когда я ездил к маме, встретил свою одноклассницу, свою первую любовь. Выпили. В итоге я ничего не помню. А сейчас, когда я ездил к маме, узнал, что Света умерла. Но у нее есть сын Саша. Он моя копия. Я решил проверить, и оказалось, что я отец его. Вот такие дела. Боря, я очень виновата перед тобой. Когда мне было 16 лет, я забеременела. Мама заставила меня сделать аборт. У меня было осложнение, и сказали, что детей больше не будет. Когда мы поженились, мама придумала план сказать, что вроде бесплоден ты, а не я, чтобы ты не бросил меня. У нее есть знакомая врач, и вот она нам все это и устроила. Тебе сказали, что это ты бесплодный. У меня была мысль взять ребенка из детдома. Но раз так вышло, что у тебя есть родной сын, я с радостью приму этого мальчика и буду ему мамой. В комнате сделаем ремонт, купим красивую детскую мебель, новую одежду Саше. Я буду хорошей мамой. Обещаю, дорогой. Борис и Лиля обнялись. Теперь у них не было никаких секретов, и у них есть сын. Борис уехал оформлять документы, а Лиля занялась ремонтом и покупками для Саши. Мама Бориса очень обрадовалась такой новости. Ее мечта о внуке сбылась. Светина мама тоже была рада, что Сашка будет жить у отца, а не в детдоме. Борис обещал приезжать с мальчиком в гости. Сашенька крепко обнял Бориса, назвав папкой. Борис поклялся, что всю жизнь будет любить его и помогать во всем. Когда все документы были собраны, Сашенька уехал с отцом в новую жизнь.